Всем привет, ребята! Меня зовут Саша, вы на канале Рыбка Плей. И сегодня, ребяточки, я вам расскажу одну очень интересную, полезную информацию. Я не случайно стою возле шипастой пчелы. Собственно, поехали! Как вы знаете, ребята, шипастая пчела это наш самый-самый полезный помощник в убийстве боссов, да и вообще любых других монстров, которые находятся в игре Бисварм Симулятор. Это различные пауки, которые вот сейчас у меня убьют, да, допустим, или вот здесь, ребята, у нас есть вот такие вот жуки, которых мы тоже можем убивать при помощи пчел, но пчелы пока у меня в улей не высажены, да, как видите, стрелочки меня ведут для того, чтобы выбрать улей, и мы, ребята, сейчас с вами это сделаем. Так, высаживаем наших пчелок, и вот она, Vicious B, у меня 12 уровня, у нее есть мутация на 14% Gator Mouth. Вот, ее бы неплохо было бы, конечно, сделать вот как у Леона, плюс 7% к атаке. Вот, собственно, речь сегодня пойдет о Vicious B, но перед тем, как рассказать, как ее получить, как это сделать быстро, ребяточки, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, а также заходите в наш Discord, будем вместе играть, общаться. Всем рады, пожалуйста, заходите, не стесняйтесь. Вот, собственно, сейчас мы с вами поведем разговор о том, как быстро нафармить шипы для того, чтобы получить вот эту вот Vicious B. Вот здесь на постаменте, когда мы к ней подходим, здесь написано 250. У меня она, соответственно, уже есть, поэтому здесь у меня пишется, что она у меня уже присутствует, и повторно получить нельзя. Как видите, ребяточки, я уже после этого насобирал почти 500 шипов, но я их потрачу на покупку другой вещи, которая также требует шипы, это Demon Mask. Вот, что нужно сделать для того, чтобы быстро нафармить 250 шипов? Вот, как видите, ребяточки, сейчас наступает у нас ночь, и появляется вот здесь на розовом поле шипастая пчела. Мы ее, ребята, с вами сейчас быстренько убьем, и получим с вами за это шипы. Это один из самых основных способов получения шипов в большом количестве. Поэтому, если вы хотите насобирать на шипастую пчелу, никогда не пропускайте, когда появляется Vicious B. Первое убийство в сутки. Вот, смотрите, мы... Так, я уже сегодня убивал, значит, у меня вот плюс 2 стингера. Видели, да, в чатике написано, вот они, плюс 2 стингера, то есть это плюс 2 шипа. А за первое убийство в сутки, в зависимости от вашего там уровня и так далее, можно получить 6, 7, 8 стингеров сразу. Вот, соответственно, мы также можем сделать что еще, да, когда у нас наступает ночь, и, допустим, на сервере, где мы убили пчелу, мы можем не оставаться, а перейти на другой сервер и там попробовать, ребяточки, убить ее еще раз. То есть пока длится у нас ночь и плюс еще там где-то в районе минуты, наверное, она будет после того, как день закончится. Если ее не зафармили на том сервере, куда вы попали, вы можете убить ее еще раз. То есть таким образом вы можете ускорить процесс получения шипов и в течение дня можно накопить достаточно большое количество. Если так делать, плюс, ребята, если вы еще играете, допустим, в команде, вот как у меня подписчики есть, да, я могу с ребятами договориться в Дискорде, чтобы они разбежались по разным серверам. И во время наступления ночи мне в Дискорде сообщают, там, такой-то сервис, такой-то подписчик у меня на сервере заспавнилась шипастая пчела. Вот, я прыгаю к нему на сервер, убиваем ее и дальше бежим к следующему подписчику. То есть, в принципе, за ночь можно успеть несколько серверов оббежать. И если вот, да, как сейчас у меня выпало 2, то есть, допустим, если убить 3-4 пчелы, то можно там в районе 10 шипов сделать за одну ночь. Вот, это, в принципе, неплохой показатель. Соответственно, за несколько таких вот ночей можно нафармить там 50-70 шипов. Все зависит от вашей удачи, конечно, и нахождения людей на этом сервере. То есть, пока вы там приконнектились, подбежали, чтобы ее раньше времени не зафармили. Вот, тогда, ребята, вам повезет и вы дополнительные шипы выбьете. Вот, это что касается основного и как бы самого прибыльного способа, как фармить шипы. Вот, также, ребята, вам может повезти и вы можете заспавнить одаренную. Да, так же, как и вы можете одарить пчелу, так и одаренная пчела может здесь заспавниться на поле. Она так и будет называться, дифтед, вот, собственно, из нее выпадает гораздо больше шипов. То есть, если из обычной мы можем выбить там 7-8, то из одаренной мы выбьем уже там 15-16-17 шипов. И это будет как бы, ну, в два раза практически больше, чем из обычной. Вот, но одаренные падают достаточно редко, точнее, появляются. Я за все время пару раз буквально их убивал. Вот, и одну я упустил, пока ребят ждал. Хотели вместе убить ее, но, к сожалению, она исчезла. В общем, надо было ее поднять, чтобы она летала. Я ждал, смотрел на шипик этот золотистого цвета. Да, кстати, он отличается. Когда обычная пчела торчит из поля серебряный шип, когда одаренная, торчит, ребята, золотой шип. И здесь вы уже ничего не перепутаете. Также, ребяточки, еще есть несколько способов, которые вам помогут добывать шипы. Они тоже, в принципе, достаточно несложные. Но здесь нужно, опять же, иметь определенную долю везения для того, чтобы их получить. Вы можете подняться в любой из memory match. Да, вот здесь, либо наверху, где ананасовое поле. Единственное, что я не помню, у меня, да, у меня еще не откатился полтора часа здесь. В общем, вот у нас четыре memory match. Это вот здесь, в этом магазине. Это вот там, где у нас ананасовое поле. Потом у нас один memory match. Вот там, наверху, на горе, вверх поднимаемся. И по паркурчику ночью также можно подняться. Там у нас третий memory match. И четвертый у нас вот там, на кокосовом поле за 25 миллионов. Вот там тоже можно выбить шипы. Когда один, когда три, когда пять выпадает. Но, опять же, нужно правильно их угадать. И, ребята, тоже можно их там добывать. Вот, это еще один способ, которым можно воспользоваться. Также вы можете, ребята, получить случайным образом, просто формясь, допустим, да, вы бегаете по полю. Выбиваете там какие-то, да, из листиков. Обычно, что выпадает там мед. Вот, либо выпадает ресурс, там, какая-нибудь клубника, черника, да, или семечки, или ананасы. Есть очень-очень маленький шанс, что из листика может выпасть шип. Потом он может выпасть тоже с очень маленьким шансом. Из того же монстра, которого мы убиваем. Допустим, это будет жук, или божья коровка, или же мантисы, или это будет волк, который наверху, вот там, да, на кактусовом поле. И просто выбить можно из пыльцы, из цветочков, но, опять же, тоже с очень-очень маленьким шансом. Вот, это как бы, ну, таким способом, конечно, пользоваться не получится. В плане того, что нафармить здесь крайне сложно, это просто один из вариантов получения. Вот, также, ребяточки, вы можете заспавнить специально, да, пчелу, вот таким предметом, если он у вас есть. Nightbell называется. Он, соответственно, у нас призывает Nighttime, то есть, ночь, Moon Sprout, лунный росток, и Vicious B гарантированно появляется. То есть, если у вас есть вот такие вот ночные колокольчики, вы с помощью них можете также спамить, вызывать, или просить кого-то, если там есть у вас друзья, да, или кто-то, кто может вам помочь. То есть, вы можете с помощью этих колокольчиков тоже нафармить определенное количество шипов. Вот, ну, я его сейчас использовать не буду, он у меня прибрежен немножко для других, для других целей. Вот, следующий, ребята, способ получения, это донаты в Храм Ветра. Да, кстати, можно получить шипы, задонатив в Храм Ветра, но есть только один предмет, из которого, опять же, с определенным шансом могут выпасть шипы. Это не 100%, то есть, он может выпасть, может нет. Я, ребяточки, специально для вас сейчас задоначу и покажу вам, если повезет, то мне выпадут шипы. Предмет этот, собственно, это, ребяточки, вот он. Это билетики на муравьиную ферму, в муравейник, или по-английски, если называться они, end pass. Вот, как их правильно донатить? Максимальное количество мы можем их насобирать 10 штук. Если, ребята, у вас их есть 10, 9, там, 7, 5, то я вам рекомендую не донатить сразу все. Это не будет правильно. Почему? Потому что, опять же, мы имеем шанс на выпадение. То есть, может выпасть, может нет. Поэтому я рекомендую донатить по 2. Вы получите, во-первых, то количество шипов, которое падает максимально. И без разницы, вы 2 задонатили или 20, там особо разницы не будет. Но у вас останутся билетики, чтобы вы смогли еще раз донатить, если они, допустим, не выпадут вам в этот раз. Давайте проверим, повезет ли мне сейчас или нет. Задонатим 2 билетика и посмотрим, выпадут ли нам шипы. Да, ребяточки, как видите, вот они, выпали у нас шипы, конвертеры и 1 энзим. Выпало 6 шипов, 3 микроконвертера и 1 энзим. Вот, мы потратили с вами 2 билетика. То есть, если у нас есть 10, при определенном, ну, даже если буду через 1 падать, 5 раз мы можем задонатить. И, допустим, из них 2 раза выпадет по 6 шипов. Это 12 шипов. Это, в принципе, неплохо. То есть, тоже ускоряет наше время на то, чтобы зафармить 250 шипов и получить висе Узби. Вот. Это такой, ребята, еще один достаточно простой способ получения шипов. Итак, ребяточки, я вам сегодня рассказал о всех способах фарма. Как быстро нафармить шипы, вы, я думаю, теперь знаете. И будете пользоваться этими советами для того, чтобы быстро нафармить 250 шипов и получить эту крутую Висе Узби или злобную пчелу. Как видите, да, она здесь в розыске. Но она очень крутая, конечно. Если ее еще одарить, то вообще она просто топовая пчела по урону. И можно не париться, убивать вообще всех боссов. И она будет это делать с легкостью и большой скоростью. Вот, ребята, надеюсь, вам будет эта информация полезна. Я очень буду надеяться, что вы поставите этому видео лайк. Подпишитесь на канал. А также прожмете колокольчик и будете не пропускать новые видео. Будем снимать новую интересную полезную информацию по Бисфарм. Вот. Буду вам стараться помогать своими знаниями. То, что я уже узнал об этой игре. И буду вам об этом рассказывать. Если вам понравилось, еще раз ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok